как человечеству разговаривать на одном языке чем больше людей придерживаются одного мировоззрения которое должно быть припишно к империческому условно сказать разговаривают на одном языке тем лучше они понимают друг друга тем качественнее происходит у них сотрудничества и взаимодействия друг с другом и с высшим организующим начал именно поэтому важно большинству на земле придерживаться одной идеологии основанная на эмпирическом мировоззрении именно данная идеология которая предлагается вашему ознакомлению сформирована на основе эмпирического мировоззрения многократных исследований групп людей по выявлению закономерности нашей жизни множество раз повторяющегося личного опыта у разных групп населения вне зависимости от мировоззрений конфессий религий партии национальных идей и прочее задачи данной идеологии чем мудрее душа и с большим количеством воплощений тем она осознаннее живет и задумывается в чем смысл жизни зачем я пришел на землю что мне нужно сделать где мое место в этом мире помните зачем сюда приходит душа самосовершенствовать себе и пространство через свою специализацию расширяя через себя вселенную предназначение человека это его одна из главных миссий на земле одна из задач данной идеологии вывести максимум людей на свое предназначение помочь реализовать свои замыслы души найдя свое предназначение человек становится счастливым реализованному и востребованным обществом принося ему большую пользу один из смыслов жизни на земле познать себя развить свой потенциал заложенный для выполнения определенных задач на планете и реализовать его в полной мере узнать свое предназначение это и есть прямая дорога к решению задачи по познанию себя у каждого механизма есть свое назначение например часы показывают время автомобиль помогает перемещаться пространстве так и каждый человек предназначен для чего-то но если он не знает зачем он живет то он ломается как испорченные ненужные часы или машина когда человек оказывается на своем месте он весь целиком внезапно обретает смысл удовольствие радость от жизни одним словом он счастлив задайте себе вопрос вы получаете от своей деятельности радость и удовольствие если да то вы истинно и счастливчик и во многие завидуют по-хорошему хотя зависть это то что мы должны перевести в радость за успехи другого начните так делать сегодняшнего дня как творец подталкивает человека к своему предназначению совершенствованию мира через себя высшее начало поступило мудро она не стала дожидаться когда у большинства людей сформируется высокое светлое намерение жертвуя собой жить в интересах других она вложила стремление быть полезным служить людям в том числе служа себе в самое существо человек она сделала эту тенденцию наиважнейшей потребностью для каждого человека важна самореализация и самоактуализация в дополнение к этому эпоху водолея нам диктует новые законы новые для нас но не до космоса они были всегда но они сейчас приоткрывается взаимодействие друг с другом и самим собой освоив которое вы будете в авангарде человечество каждый индивид должен занять свое место он от рождения запрограммирован свыше на определенную деятельность посредством нервной системы сверх задача миссии или предназначения это та изначальная программа с которой человек пришел в этот мир свободная воля человека проявляется выборе путей исследования этой программе человек может выбрать прямой широкий путь к реализации своей предначертанности и жизнь с наименьшим количеством сложных жизненных ситуаций или может отклонить свой жизненный путь на высшее начало будет постоянно напоминать ему о своем запланированном контракте перед воплощением разрушая его жизнь по всем направлениям финансы работа здоровья подталкивая этим к самому главному тот кто нашел свой истинный путь и получает неоспоримое удовольствие от своей деятельности а если это еще приносит хорошее финансовое вознаграждение воистину на земле счастливый человек он с интересом живет ему все в радость жизнь наполнена полноценными позитивными эмоциями красками и главное внутренние мучения отсутствуют по своей не реализованности таким образом наше предназначение напрямую связано с радостью и счастьем другим высшим законам радость вообще все законы мироздания очень тесно переплетаются друг с другом и важно здесь соблюдать баланс закон гармонии именно поэтому необходимо начинать самого главного и первого шага начать осознанно жить и поставить высокое намерение в своей жизнедеятельности и конечно в поиске предназначения если вы его еще не нашли как узнать предназначение если вы затрудняетесь правильно заложить основной фундамент на котором вы будете возводить дома свои мечты то прямо сейчас вы можете выбрать себе в проводники те знания которые вам предлагает данные диалоги закон развития пункт творчество мало кто знает что на самом деле дает творчество человеку именно через творчество человек наполняется энергией силой внутренним ресурсом именно там он набирает основную часть энергии почему человек наполняется самыми лучшими чувствами от своего творения потому что этот акт расслабляет физическое тело человек выходит в альфа состоянии мозга которого нам так не хватает в наше время из-за стрессов любой творческий процесс снимает тревожность стресс и даже депрессия кроме этого при включении в творческий поток человек получает информацию из базы данных вселенной творя что-то человек активно развивает правое полушарие а значит интуитивное мышление человек в творческом трансе слышит голос своей души и своих духовных наставников ангелов-хранителей с точки зрения высших законов вселенной творчество имеет особый статус в этом перечне творчество относится к законам мироздания развития это самый важный пункт момент творения человек становится со творцом со вселенной любой продукт который вышел из под рук человека это расширение вселенной и разнообразие космоса помните все что вы сотворили это уникально в космосе такого больше нет и не будет никогда и эта матрица остается навсегда в базе данных космоса и кто-то когда-то обязательно это считает и на вашей основе продолжит усовершенствовать этот продукт а это эволюция космоса в процессе творения участвует вся вселенная вы являетесь преемником предыдущих поколений и людей на основе которых вы усовершенствуете свой продукт так как получаете информацию в мыслях и образах о том что вам нужно сделать уже готовый образ для создания ошибка многих некоторые люди боятся изменить основу или фундамент того на основе чего они делают новые это большое заблуждение людей что они не имеют на это право беря за основу чей-то фундамент вы условно модифицируете улучшаете надстраиваете дом и каждое последующее поколение тем самым улучшает и совершенствует наш мир общество а значит вселенную запомните наиважнейший постулат все знания любая информация полученная человеком является общим достоянием космоса она пришла через ваш канал восприятия из база данных космической библиотеки вы всего лишь хорошая антенна когда что-то придумали его платили никола тесла всегда говорил что знание изобретение которое он дает это не его знание он говорил я просто умею считывать ее из информационного ядра библиотеки космоса а значит вы имеете право с позиции высших законов космоса брать любую основу и на ней дальше творите ее совершенствовать вносить свои уникальные ноги это уже становится уникальным продуктом во всей вселенной который делает ее разнообразней то есть вы ее расширяете нашими руками вселенная творит космос в будущем авторские права падут за ненадобностью экономические расчеты будут другие сейчас люди за авторство получают деньги и на это живут строго за ними следят это понятно им пока государство за их творчество не платят сейчас каждый борется за место под солнцем и каждый сам за себя но это уйдет когда люди выйдут на более высокий уровень сознания именно поэтому каждому землянину особенно детям нужно большое количество времени уделять творческим процессом и на это не нужно много времени нужно просто желание найти подходящие хобби от которого горят глаза и периодически окунаться вот этот увлекательный процесс общения собственным глубинам я и вселенной если нет такого занятия то достаточно к любому делу даже на рабочем месте если она не любимая подходить нестандартно с любовью и радостью это и будет творческий акт поставить другую цель например максимально стать экспертом в этом направлении деятельности тем самым выполнить закон развития пробовать по очереди рисовать танцевать лепить стругать театральное мастерство и так далее и смотреть на свои эмоции то что вас захватит за головой значит это ваш закон развития пункт управление своим аватаром физическим телом что значит управлять аватаром это управление своими мыслями реакциями инстинктами эмоциями и чувствами особенно страхами нет страхов вовне они в голове есть реакции тела на опасность зачастую мнимо тем более что для души нет страха вообще физическое тело вырабатывает реакции человек считывает это как страх в результате происходит воздействие низковибрационного астрала на чувства человека через вкидывание деструктивных мыслей держите свои мысли в чистоте позитиве мыслите только ресурсно и вы легко сможете выключить инстинкты и реакции тела вы уже знаете человеку свыше дарит физическое тело для того чтобы душа могла реализовать свои идеи план физическое тело это великий подарок от вселенной над созданием тела на клеточном энергетическом уровне работают в духовном мире определенные центры духовных специализированных групп души каждый раз дается уникальное тело тела никогда не повторяются но люди замусоренные низковибрационными энергиями не способны видеть красоту этого союза души и тела человеческий мозг не способен видеть красоту своего аватара так как видит его душа через свои глаза многие люди все время ругают свое тело вместо благодарности ему и духовным наставником за титанический труд по его созданию откуда проистекает нелюбовь к себе опять же наш социум внушает критерии и рамки красоты зачастую родители с маленького возраста внушают то что ребенок урод страшненько да кто такой замуж возьмет и прочее полюбить свое тело просто вы сами выбрали свое тело перед воплощением и теперь на кого пенять не любовь к себе это аутоагрессия пожирание клетки вселенной большому организму космоса это мало нравится ему нужна здоровая клетка которая работает они разрушает то есть созидает и гармонично излучает вибрации высокого порядка кстати у нас на земле самые красивые тела во вселенной чтобы вы знали некоторые души целенаправленно выбирают большие тела под определенной задачи истории одной моей регрессии когда девушка хотел узнать первопричина почему ее тело много болеет и слабы показали прошлую жизнь когда она была большим и сильным мужчиной но безобразно из-за этого его никто не любил соответственно и он свое тело в жизни большого тела он сильно захотел себе красивое тело пусть даже больное и слабое вот и сбылась его мечта в этом воплощении другая регрессия показала первопричину другой девушки почему она много плачет чуть что сразу кидается в слезы в прошлом показали много тел и мужских и женских где она была сильным духом и не могла себе позволить плакать в ее душе не было такого опыта именно поэтому она его взяла в нынешнем воплощении чтобы узнать что это такое нам всегда дают дуальный опыт в итоге нам важно прийти к гармонии с самим собой когда нас любое тело будет устраивать на все сто процентов основная часть людей сами доводят тела до безобразного состояния засоряют и превращают этот уникальный сосуд в помойку простой секрет здоровья стройности и молодости это осознанность жизни подпункт космического закона развития человек живя неосознанно повинуется своим желанием инстинктом низкого порядка его физическое тело диктует ему его поведение а не наоборот осознанный человек думает о будущем о последствиях думает о том что он кладет свой рот и своих близких голова косячит тело расплачивается человека который питается как попало можно сравнить с человеком который заправляет свою машину не высокооктановым бензином а суррогатом который непонятно из чего состоит что будет если вы заправите свою машину керосином с песком или другой дряни как минимум мотор ее тут же засориться и остановка неизбежна с нашим телом происходит то же самое когда вы поедаете всякую вкусную гадость ориентируясь на дешевизну искусственных вкусовых добавок а что из этого выходит рано или поздно организм до сбой и физические боли от больных органов захватят человека полностью от людей часто слышишь противоречия они жалуются на болезни я по-доброму рекомендую простую волшебную схему пить литрами кофе газировки есть тона сладостей ведь если начать питаться простой здоровой пищей организм восстанавливается в течение одного месяца но люди упорно болеют и каждый день едят я для организма осознанность дает понимание что можно жить по-другому получать тоже удовольствие от еды но без вреда для организма любовь к своему телу это расширение сознания улучшение поддержание своего физического тела это осознание ценности своей жизни и красоты мироздания это расширение сознания физическое тело является уникальным инструментом для выполнения задач души сейчас тело не успевает подстраиваться под те высокие вибрации которые нам посылают свыше низший астрал делает все для того чтобы через тело загасить интуитивное мышление отравление организма в основном происходит через пищу в которой находится многочисленные химические наполнители а также загрязненный воздух воду чистящие средства и средства гигиены сильнейшие электромагнитное излучение вводят человека в состоянии сомнаболы люди становятся этакими зомби которыми хорошо управлять ниже будут даны рецепты как содержать свое физическое тело свой аватар в порядке ведь от этого будет зависеть выполните ли вы свой контракт души или нет невыполнение контракта всегда ведет к затягиванию развития души вы по кругу ходите в многочисленных воплощениях какие продукты используют для управления людьми те кто заинтересован в инволюции деградации сознания люди вышедшие на более осознанный путь развития не едят и не пьют 90 процентов того что поглощает ежедневно обычный человек это почти все что продается повсюду разве что за малыми исключениями существуют градации и потребляемая пища оказывает разные воздействия на разных людей но в любом случае при поедании еды напичканной химией физический аватар быстрее изнашивается люди быстро устают стареют медленнее мыслят сосредотачивается на эмоциональных физических потребностях самого примитивного животного уровня относительно молодом возрасте у них возникают серьезные проблемы со здоровьем качество жизни снижается вы не сводитесь к тому что вы едите но то что вы едите управляет вашим восприятием самих себя и реакциями вашего тела вы наносите вред самим себе из-за собственного невежества лени и отсутствие дисциплины электромагнитные волны и влияющие на физический аватар повсюду электромагнитные частоты а самое активное место ваш дом вы когда-нибудь обесточивали свой дом чтобы увидеть разницу в вибрациях попробуйте на ночь выключить все из розеток и почувствовать разницу деструктивными силами применяются всевозможные методы чтобы наши аватары быстрее износились а качество нашей жизни понизилось если вы можете удалить хотя бы несколько из ниже перечисленных пунктов из вашей жизни негативные воздействия низшего астрала резко уменьшатся и это повысит ваше самосознание важно изменить в жизни убрать продукты питания и напитки напичканные химией лекарства искусственные витамины электромагнитные волны том числе излучение пк мобильных телефонов домашней электросети и всех устройств с микросхемами сми будь это тв радио газеты журналы интернет самый очевидный максимально порабощающий метод перестаньте уделять внимание мировым новостям все они организованы так чтобы заставить вас быть внимательным возмутиться выделить энергию которую вас тоже забирает борьба которой следует выделять внимание ведется на уровне личности на тонком уровне в астральном плане политика заимствует эти методы ежедневно бомбардирует вас чтобы убедиться что вы их поддерживаете звуки в больших городах определенной частоты которые мы не слышим их целенаправленно распространяют для того чтобы заклушить связь со своими духовными наставниками информационным полем вселенной бывайте чаще на природе вдали от больших городов загрязнение воздуха выбирайте себе районы чистые для проживания и опять же бывайте чаще на природе в лесу на природе нет такого количества эгрегоров и магнитных излучений которые отбирают силы природа напитывает и дает нам энергию система образования включающие известную литературу которая в основном недостоверна будь то история философия псевдоискусство наука поэзия религия самообразование вам в помощь интернет забит всевозможной информацией знаниями на любой вкус за вами осталось просто выбрать то что вам по душе опять же включаем интуицию шестое чувство просим своих духовных наставников дать вам истинную информацию которая вас приблизит к настоящей реальности и выведет на высокие вибрации но помните что ответ на ваши просьбы будет всегда адекватен вашей реальной жизнедеятельности если вы много искажаете информации получаемой извне то есть лжете по мелочам и по крупному обманываете то и ваши события жизни будут кармическим возвратом на ваше поведение мысли начните с чистки своего лексикона своих мыслей меняйте реакции на раздражители и вы увидите как вселенная поощряют вас за ваши старания исполнением всех ваших желаний интересуйтесь и контролируйте то чему учат ваших детей и внуков в школах и детсадах каждый раз разъясняем что такое хорошо и относительно высших законов мироздания если вы устранитесь и пустите все на самотек то поезд может уехать очень далеко и в будущем пожнете плоды детям будет тяжелее адаптироваться к внешнему миру потому что ценности и убеждения будут ложными и они будут идти вразрез с высшими законами мироздания особенно осторожно будьте с теми кого продвигают восхваляют кому аплодируют кого бурно приветствует критики от власти политики мировых корпораций сказанное может относиться к продуктам питания лекарствам новейшим продуктом высоких технологий художникам политикам музыкантам книгам напиткам и так далее утверждение о том что некоторые из них выдержали испытание временем организована с определенными целями вот только здесь нужно подходить рационально и соблюдать баланс при слишком высокой степени водозрительности можно упустить те немногие драгоценности которые затесались в этой карусели как разобраться сегодня в потоках информации польза или вред истинной или ложь фильтруйте осознанно выйдите на спокойную реакцию на получение информации извне принимайте ее чисто как информацию к сведению для решения своих задач если не можете изменить ситуацию без возмущения отойдите и займитесь чем-то полезным для себя людей включайте интуиция следите за знаками от вселенной и вы будете выбирать сразу нужной двери с девяти рядом в то же время помните законы мироздания чем больше вы искажаете информацию полученной зоне тем больше вас запутывает вселенная подсовывает уже учителей и наставников дает информацию которая вас уводит далеко от истины и приводит в тупик вам все больше попадаются на пути люди-мошенники и прочие аферисты как с этим работать читайте ниже воздержание это сознательная форма ограничение она основана на самопознание имеющим целью достижения внутреннего порядка души которые в целом есть вы но невидимой душа не часть вас она с личностью и телом одно целое ограничение эмоций желаний страстей энергии не означает отказ от них это повредило бы развитию души будьте осторожны она означает направление их в одно русло чтобы после того как вы мягко укротили их они работали на высшие цели вашей душе и созидание мир все это ведет к трезвой осознанной жизни еще проще жизни наполненной дарами потому что теперь своим собственным хозяином становитесь вы они ваши эмоции желания страсти то есть инстинкты они перестают диктовать вам как следует поступать и реагировать вы управляете своим аватаром своим физическим телом и чувствуете такой кайф от этого когда вы укротили свою лошадку физического тела и направили ее силы на достижение своей цели души одновременно с этим процессом вы будете очищать себя и подготовитесь к тому чтобы вас просветил высший разум будьте как возможно больше похоже на то что у вас породила на творца в каждом из вас есть его частица помните все внутри нас вы микрокосмос вы точная копия вы голограмма творца это как песчинка попадет в раковину и начинает обрастать перламутром песчинка это и есть точная копия творца а опыт каждой вашей жизни нарастает постепенно делает душу прекрасной жемчужиной чем больше опыта тем дороже и красивее она становится закон гармония все на земле стремится к баланса в том числе и человек баланс это то к чему он должен прийти в конце земного путешествия именно для этого ему дается в плотном плане земли противоположный дуальный опыт от убийцы и пропойца бомжа разбойника насильника неуверенного и запуганного человека до созидателя просветителя мудреца только пройдя крайний опыт мы выходим в золотую середину на волну творца и понимаем что все в мире справедливо что во всем есть высший глубинный замысел когда человек в принятии он стремится к образу творца находясь в физическом теле и тогда нет страха метафорично мне с коллегой показали в тонком мире как нужно искать баланс и гармонию через образ каната ходца который учится ходить по тонкому канату и ловить баланс сначала идет со страхом и с палочкой иногда не выдерживает и падает вниз и душа уходит в тонкий мир человек умирает через некоторое время душу опять ставят на канат в новом воплощении сначала она боится идти даже с большим шестом который помогает оставаться в балансе когда основные законы мироздания приняты и осознанно выполняются то душа идет по канату земной жизни легко человека ничто не может пошатнуть даже если идет снег буря или тайфун его не пугает высота тонкость каната он идет ровно и уверенно ступая полной ступней и с выпрямленной спиной тем самым душа развивается это состояние можно описать как осознанный выход из состояния жертвы в позицию автора и сценариста своей жизни изучая главные законы мироздания постигая глубинный замысел зачем так устроен мир понимаешь что вселенные мир к человеку дружественны и что у вселенной нет плохих намерений в отношении него он обретает внутреннюю гармонию зачем все эти мучения на земле все что с вами случается вашей жизни с позиции космоса к лучшему все ситуации сводятся к одной цели вашего существования обрести бесценный опыт на земле научиться с легкостью и даже радостью решать поставленные перед вами задачи которые вы заранее взяли на эту жизнь как принять эту аксиому если вы верите в творца то ответьте на вопросы кто дает нам разные испытания в том числе неприятных людей которые нам причиняют зло если верите высшее начало то стандартный ответ испытание дает творец кто виновен в том что с вами сегодня происходит как негативные так и положительные мы сами своими прошлыми поступками творим свою реальность карма однако можно найти в своей жизни многочисленные подтверждения этого высшего закона справедливости выражающегося в причинно-следственных связях жизни человека а что такое карма если вы причинили кому-либо боль физическую или эмоциональную и какую-то другую то в определенный момент будущего вам придется испытать на себе все что испытали другие вследствие ваших действий закон высшей справедливости это не есть наказание но он является инструментом обучения который приведен в действие для мотивации личного роста и развития человека на земле когда нам приходится испытывать на себе последствия собственных поступков вероятность того что в следующий раз мы изберем она и способ действий повышается кармический цикл подходит к завершению тогда когда вы усваиваете все уроки которые вам назначены из него усвоить если вы продолжаете повторять те же самые ошибки постоянно наступаете на те же грабли ваш цикл обучения будет продолжаться до тех пор пока вы не поймете этим самым сами прервете серийность негативных ситуаций вашей жизни и бесполезно убегать от плохого начальника родителя или партнера по семье без понимания вашего урока если вы не поняли чему вас обучают в конфликтной ситуации с партнером то все последующие отношения будут такими же в лучшем случае худшему еще жестче но в итоге все мы рано или поздно усваиваем все то что нам надлежит усвоить не в этой жизни так последующих просто у некоторых это занимает больше времени чем у других человеческая жизнь это всего лишь ступень в развитии души который предстоит многократно возвращаться на землю в телах разных людей прежде чем она достигнет определенной точки совершенства каждый человек в итоге подойдет к принятию аксиомы что мироздание творец дружественен к людям на земле для того чтобы легче и быстрее было принять эту аксиому углубимся в закон гармонии баланса что такое девятая волна творца наберитесь немного терпения нам нужно углубиться к самым истоком и сути вещей данная информация описана языком физиков я уверена что вы поймете вы же мудрец и талантливый если дочитали до этих строк отправная . волна колебания теории струн в основе вселенной лежит волна а это колебание на всех слоях и уровнях начиная от космического разума и заканчивая физическим планом волны охватывают все уровни бытия на физическом плане мы постоянно сталкиваемся с проявлениями волновой природы наше зрение воспринимает электромагнитные волны виде света слов звуковые колебания и так далее современная физика даже материю рассматривает как волновое явление наиболее наглядно это проявляется в микромире атомов где каждая частица является одновременно его мной знаменитые уравнение квантовой физики я равно mc2 подразумевает что материя может превращаться в энергию посредством излучения волны рассмотрим теорию струн которая появилась физики сравнительно недавно она основана на гипотезе о том что все элементарные частицы возникают в результате колебаний струна может вибрировать различными способами и каждый способ ее вибрации генерирует отдельную элементарную частицу струны могут замыкаться объединяться взаимодействовать и так далее из таких вот кирпичиков строится мельчайшие субатомные частицы из частиц атомы из атомов вещество масса частицы метафорично это но то которая извлекается из страны по теории относительности все люди земли живут в четырехмерном измерении пространства и времени а это значит что мы не можем видеть того что происходит в других измерениях уравнения которые получились у струнных теоретиков имеют множество интересных средствий учеными уже доказано что существует многомерное пространство и шестимерные и семимерные и даже 26 мерные в частности 11 мерность пространство имеет возможности перемещения во времени когда мы достигнем этого уровня мы начнем телепортироваться в чем разница тонких миров и плотного мира говоря очень упрощенно на самом высоком уровне измерений на котором находится творец волны как бы существует в чистом виде по мере становления более низких уровней волны группируются в пучки за счет этого во первых происходит снижение частоты колебаний поэтому каждый уровень бытия получается чуть более грубом относительно вышестоящего ведь одна струна будет иметь более высокий звук чем связка струн во вторых каждый ниже лежащий уровень получается чуть более сложным и разнообразным чем породивший его предыдущий это можно пояснить на примере музыки одна нота имеет чистое звучание если взять аккорд созвучий из нескольких но то звук получится богаче а главное в нем будут присутствовать такие оттенки и тона которых не было ни в одной из составляющих его нот по отдельности сколько уровней вселенной разные эзотерические школы насчитывают от семи до десяти уровней вселенной вопрос этот на самом деле условны и зависит от способа разделения уровней по присущим им качеством хотя в ряд и между ними можно провести четкие границы пока же отметим что все теории сходятся в одном вибрации физической материи самые низкочастотные именно поэтому она воспринимается нами как имеющие плотности массу физический мир который мы можем воспринимать органами чувств является самым плотным и грубым из всех уровней здесь происходит максимальное объединение волновых пучков вселенной это как большой оркестр свет творца в каждом из нас слышали такую фразу в народе как это выглядит на уровне физических явлений нужно отметить очень важный момент хотя более низкие уровни имеют низкочастотные грубые вибрации они содержат в себе и высокочастотные волны самых верхних уровней творца потому что эти тонкие волны являются строительным материалом для всех ниже лежащих уровней это основа и хотя в процессе объединения пучков происходит уменьшение частоты высокочастотные первоволны придают окраску задают цель и смысл существования и потенциально содержится в низкочастотных пучках это означает что хоть мы и не можем воспринимать непосредственно свет творца но проявление этого света скрыты в каждой частичке нашего физического мира в том числе и в нас не зря бытует поговорка в каждом из нас есть свет творца физический мир и самый интересный следует понимать что изначальные волны всегда продолжают существовать в первозданном виде а все многообразие миров и способов восприятия это лишь вопрос группировки или набор этих волн и в данный момент мы с вами воспринимаем группировку волны которые нас окружает как наш физический мир важно помнить что наш очень плотный физический мир более низкого уровня вибрации но самое интересное поскольку отражает в себе все вышележащие уровни а за счет взаимодействия всех волна их объединений он получается еще и максимально разнообразным свойства вам обычно мы представляем волну как нечто распространяющиеся в пространстве и времени но когда мы здесь говорим о вселенской волне имеется ввиду абсолютная волна то из чего все создано это первая волна не зависит ни от времени не от пространства собственно то что мы здесь воспринимаем как пространство и время просто еще один способ группировки этих самых волн которые отражают некие более тонкие силы с более высоких уровней зачем наш мир дуален зачем нам испытывать такие эмоции как ненависть и любовь добро и зло счастье и страдания во первых любая волна имеет две полярности между которыми колеблется и наша вселенная дуально иниян тьма и свет движение покой разум и чувство название могут быть различная но суть одна в человеческой жизни это дуальность отражается в первую очередь как мужское и женское дуальность повсюду можно противопоставлять две полярности некой волны с некоего уровня вселенной можно противопоставлять один уровень другому если ребенок постоянно пребывает в хорошей любящей семье и вдруг попадет из-за потери всех близких ходит дома к злым людям тем самым он начинает понимать и ценить суть хорошего если мы не сопоставим одно меру длины с другой то не поймем насколько это много и мало далеко или близко на одном из более высоких уровней дуальность перестанет существовать она теряет какой-либо смысл нет зла и нет добра нет темных и светлых сил все во благо эволюционного процесса космоса во вторых во вселенной где все течет все меняется колеблется нет ничего абсолютного не бывает абсолютной истины не бывает окончательных выводов поэтому нам следует обратить внимание не на абсолютной величины она отношение между ними как ни странно отношение к чему-либо более постоянно чем сами величины наша задача делать акцент не на суждение она отношение на нашем человеческом практическом плане это означает что в нашей жизни важно не абсолютное суждение отношение к чему-то отношение к событиям в жизни взаимоотношения к окружающим отношение к себе и своему внутреннему миру загадочный третий элемент творца один из самых больших секретов строения вселенной то что в основе лежат не два дуальность а три элемента это таинственный третий элемент то что побуждает вам наделиться на две полярности то что заставляет ее двигаться регулируя взаимодействие между полярностями в конечном итоге является причиной жизни что это за меры третий элемент это спокойствие равновесие баланс гармония и все к нему стремятся придя к равновесию баланса вы приходите к истинному творцу вы понимаете его замысел зачем здесь страдания зачем несправедливость вы с ним на одной волне на девятой волны найти понять творца можно только через приобретенный опыт дуальности после которого вы выходите во внутренний баланс и равновесие во всем люди мастера 5 6 уровня сознания уже находится на нем но прежде они прошли самый тяжелый опыт они были и убийцами их тоже много раз убивали у них нет претензий ни к кому они полностью принимают этот опыт как большое благо для себя с большой благодарностью кто дойдет в своем осознании этих понятий через многообразный опыт сердце чувствую душу тот уже вышел на уровень сознания пятого измерения он пребывает в постоянном балансе гармонии с миром и собой включив в третий элемент гармонию общую картину мы получаем тройственное строение вселенной на уровне самых малых частиц что отражается например в ци цзэншэн в даусизме нам людям всегда необходимо помнить о постоянном присутствии незримого третьего элемента который собственно определяет цель и замысел происходящего вот вот